Добрый вечер всем. Это Wall Street Online. В записи, правда. Но онлайн не получилось провести. В любом случае, лучше в записи, чем не разместить, не поделиться вообще. Итак, начнем по традиции с экономического календаря и новостей, которые нас ждут на следующей неделе. Итак, Байден уже немножко показал свои намерения, свой характер. Я думаю, ему это просто сейчас чисто по имиджу нужно. Если каких-то ответных... Ну, так и не придет все к серьезным движениям со стороны Америки, то, я думаю, может, побойдемся без санкций. То есть, ему сейчас надо закрепиться, и, я думаю, такие вот выбросы как раз к имиджу подходят. Итак, главное, чтобы не зачастил. На следующей неделе нас ждут такие события по экономическому календарю. Ну, во-первых, стоит отметить, что на следующей неделе будет так обширно. На Восточном... На Востоке будет много праздников. Япония, Китай, Южная Корея. Также затронут и Новую Зеландию эти праздники. У Катара будет День спорта. В общем, у китайцев праздник весны. У Южной Кореи Новый год. Ну, в общем, вот так. Планета Земля, как всегда, в своем репертуаре. Итак, понедельник будет практически весь, без событий. Помимо Дня спорта в Катаре и праздников в Новой Зеландии. Немножко читается США по числу открытых вакансий на рынке труда. Кто их будет считать, неизвестно. Это будет в 18.00 по Москве. Sorry, это во вторник уже будет понедельник. Вообще без новостей. Sorry, я чуть не заметил. Вот непосредственно во вторник. Единственные новости это будут новости про США и число открытых вакансий на рынке труда. Среда, 10 февраля. Запас сырой нефти. US Federal Budget. В 20.30 по Москве в отчет по бюджету федеральной. Интересно заглянуть, посмотреть. Если дадут, то вообще такой документ глазком оценить. Четверг, то есть среда снова без особых, кроме такой запасов сырой нефти. Четверг, 11 февраля идет Япония, Китай, Южная Корея с праздниками. Потом немножко отчитается все-таки еще раз США по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Немножко будет отчет ФРС о денежно-кредитной политике. Подчеркну, что это не процентные ставки, просто отчет. Можно посмотреть, но там столько воды просто. Опять же, 16.30 только первичные заявки на получение пособий по безработице США. Все остальные Восток празднуют. То есть торгуем без Востока. Восток сейчас достаточно весомое давление на рынке создает. И большой рынок, просто большая часть рынка отдыхает. В пятницу зато отчитается хорошенько так плотненько Британия. ВВП за четвертый квартал. Объем производства в обрабатывающей промышленности. Изменения в ВВП за месяц. И вишенкой на тортик. Поставьте в смартфонах обязательно уведомление об этом. 13.30, пятница, 12 февраля. Решение по простой ставке ЦБ Российской Федерации. Сейчас 4.25, 13.30, пятница. Вот. Поэтому рубль на следующей неделе уже, в принципе, на этой потихоньку начал шторметь. Индекс РТС будет немножко не в себе. Могут уйти просто в такой достаточно сонный режим, если каких-то сильных триггеров не будет со стороны нефти, либо же другой валюты. Соответственно, четверг, пятница, более-менее какие-то будут события. Пол недели практически без экономического календаря. Будем на отчетах компаний. На отчеты компании ориентироваться. Сейчас мы их тоже захватим. Если я не ошибаюсь, на следующей неделе будет немало компаний по отчетам. Именно Биофарм. Вот эти вот все, которые там рвались и жаждали найти лекарства, вакцину от ужасной пандемии. Так, по интересным ЦИСКО, потом Твиттер, Депонт, Акамаев. Ну, я не именно Биофарм сейчас называю, а вообще вот такие, которые более-менее весомые. General Motors, 7-ми групп, бежатся и отчитываются. Потом, потом, потом. В общем, вот среда, четверг и пятница, мне кажется, тут больше всего этих Биофарм-компаний. Так. Ну, вот такие известные, которые все знают, я уже и назвал. Так. Dexcom, Illumina. Ну, уже как бы банковский сектор отчитался. Все Мастодонты отчитались. То есть, на этой неделе отчитывались Google. У них просто практически полтора терабайта. Exxon, Pfizer, ну, все вот такие. BPF, Electric Arts отчитались. И я так даже просмотреть бегло. У всех все хорошо, я смотрю. Все отчеты PayPal, отчет позитивный. 312. Отлично. Вся планета просто не знает, как справиться с этой пандемией, как выйти из этой ситуации. А у этих компаний все хорошо. И все отлично. Ну, по доходам, вот, там, где и есть хуже ожидания, это прям такие Harley Davidson. Да, вот, сильно всех удивил. Вместо 700, 530 заработал. Я удивляюсь, как они на 530 миллионов этих мотоциклов вообще продают. Pfizer, да, там, чуть-чуть всех удивил. А так, в целом, вся, вся индустрия, и IT, и био, все, и нефтянка, все в зеленой зоне. Это на этой неделе. Ну, на следующей неделе уже поспокойнее будет. DuPont, мне интересно, просто я за их разработками посматриваю. General Motors тоже и CME Group. CME, sorry. Предношение, конечно, нужно поправить. Итак, начнем с CL, как всегда, по традиции. Хотя в процессе, кто смотрит, следит за Wall Street Online, подписан недавно. Этот обзор я провожу с 2019 года. Вот. И список вот этих тикеров, которые вы видите сейчас вот слева в углу CL. Сначала был российский рынок, потом я рассматривал уже за рубежку. И там в конце было где-то CL. Появлялся биткоин еще в самом-самом, там, как только он на CME появился. Потом перестали, снова появилось желание у вас, зрителей, рассматривать биткоин. Мы его тоже в список поставили. Ну, в целом, 10, бывало, и по 20 тикеров рассматривали, там, по 2 часа. Ну, постараемся сегодня очень быстро не задерживать вас. CL. А перед вами сейчас, кстати, вот 5 минуты таймфрейм. онлайн. 57-ю сейчас работы мечет. И тайминсулс. Давайте посмотрим. Сейчас еще интересная корреляция двух российских индексов. И обратите внимание, какая у них достаточно такая вальяжная взаимокорреляция. Очень. Так, на пару недель могут просто друг друга искать. Так, что стоит заметить, индекс второй не пробил потолок, то есть, он даже не тестировал, так и не ушел выше. Тот самый максимум, который они сформировали в индекс РТС, уже осилил, уже пошли выше и даже вернулись обратно. Вот. И тут практически уже на грани, как бы, снижения в мой индекс, ну, фонд его. Здесь позиции закрывает на индексе РТС и дельта там еле-еле положительная. Объемы там тоже не сильно крупные. Так, переходим на дневной таймфрейм. Выключаем тайминсулс. Вот так вот сейчас идет живенькая CL. С 53-й, 52-й уже на 58-ю добралась. У нас получается, так, мартовский контракт сейчас перед нами. То есть, данные за мартовский контракт. Тут стоит отметить, что он уже уходит в историю. Сегодня, вчера, ну, сегодня без изменений относительно вчерашнего, я думаю, с панелька будет прям уже новый контракт. Массово переходить. То есть, вот вся неделя, по сути, была на фиксацию. Но даже при этом всем дельта фигурировала у нас на покупку из 5-ти сессий 4. С учетом фиксации, как бы. По неделе ядро за неделю будет формирует коридор возле 56-й. Это 55,5-56,5. Можете смело ставить второй по приоритетности уровень. Это вот эта склеечка двух дней. Вот этот массивчик. Я его отмечу сейчас. Это по объемным точкам. И, ну, вот сейчас формируется, закроется пятница. Третий уровень будет на, ну, в районе 56,5. Но мы сейчас больше посмотрим по склейке дельты. Вот здесь более полезнее будет информация. Значит, плотность поддержки у нас идет 55. По сути, по 55,5. Смело можно брать этот уровень в качестве саппорта. Здесь мы видим и третье число набрали покупки. И второго числа прям по максимуму тоже набирали покупки. И из него так и ушли вчера. То есть здесь буквально за три дня хорошенько отметились байеры. И тут заслуженно уровень получает статус поддержки. Ближайший еще один уровень плотненький. Вот этот стоит взять. Это у нас четверг и часть, ну, максимум среды. Сформировали плотность пока. Вот под прицелом этот диапазон. Скорее всего, какая-то коррекция будет после пятницы к этим 56 отметкам. И вот здесь осторожнее с этим диапазоном. Он менее, как бы, прогружен хорошими объемами. И здесь там 900-700 по дельте получилось. 700. Ну, 56,5 и 56,15 можно смело брать. Тут объемы просто, ну, слабенько проторговали. Вот этот второй. Тут и 12 есть, и 19, и 26. Соответственно, побольше реквенности будет. И у нас максимум недели, максимум текущего контракта. Обратите внимание, как они рвут покупатели на максимуме четверга. Прилично покупок оставили. Тут 3 против почти 4. 3,200, 2,800. Тут поровну унеси 400 контрактов перевес. И здесь тоже там очень близко. Ну, в целом, активность все равно на максимуме четверга была. И у нас самая такая уже сессия в пятницу. Плюс на максимуме недели. Желающих выйти много. Но все равно дельта пока еще сражается. Давайте посмотрим, какие тут крены. 7,100 против 6,600. Потом 5,200 против 6,300. На штуку 100 перевес. Здесь 5,700. Вернее, 4,700 против 5,300. 3,600, 2,700. Ну, тут почти на штучку перевес. И плотненько в стакане стоят до 57,5. Может даже и дальше. Да, вот смотрите. Отложенных ордеров выше рынка 3,5. А ниже 2,600. Почти на 1000 крен выше рынка. То есть, вот этот коридор еще могут продавить, попробовать перед закрытием дня. То есть, можно еще на вот эту плотность посмотреть. Но его можно прям добавить. Вот этот диапазон, который здесь 56,5-56,15. Но вот этот будет, скорее всего, прокалывать точно. Он очень близко стоит к самому верху. К самым дорогим ценам. Поэтому его могут все-таки солеры продавить. А вот больше, я думаю, работать придется именно с 55,55,50. Но тут, как бы, пока мы не посмотрим на срез точно такого же графика. Но за новый контракт будет уже картина более яснее. Подгружаем апрель. Это следующий контракт. Он еще, можно сказать, юноша, молодой. Еще не креп объемом торгов. Здесь всего лишь там 20-30 тысяч. Вот. В сравнении с тем контрактом. Поэтому на следующей неделе он начнет наполняться ликвидностью. Тут открытый интерес потихоньку. Должен уже набирать оборотки. Сейчас посмотрим. Ну, не сильно, но постепенненько. Ну, уже начали по 10, по 10 набрасывать тонн ежедневно. Плотненький коридор у нас образовался здесь 53. Обратите внимание, какие цены я отмечаю. 52, 20 центов и 53. И сейчас сравним, какая текущая цена на апрельском. Вернее, на мартовском. Это плотничок, который сформировали на этом остатке. Но его, скорее всего, даже могут не заметить. Тут особо объемов немного. Так, и здесь почти 57-ая. 5 дней рост. И посмотрим, какой тут интерес у трейдеров. Тут все сессии на покупку. Причем пятница лидер по дисбалансу. То есть на максимуме недели. Больше дельты, чем вчера. И в среду. Уровни по дельта массивам. Здесь видно прям без особых настроек и срезов. Тут прям хорошенько просматривается 55-ая. 15 по 54,85 плотничком прошлись. Тоже как раз те же самые локации. Только разные контракты с разными ценами. Так, и 56,56,20 это плотничок четверга. И вот очень близко идут вот эти ребята 56-60, 56,5. Вот прям чуть ниже зоны стоимости пятницы. И тут кто-то. Давайте посмотрим. Да, вот. 56-85. Очень лихо. Прям чуть-чуть еще осталось до максимума. Но выше зоны стоимости. Ядро этого дня идет вот в этом диапазоне. То есть байеры пытаются вытолкнуть. 6-660 контрактов, 700, почти 800. Тут поровну. Тут тоже очень близко к поровну. Тут тоже поровну, поровну, поровну. Пока побеждают байеры. То есть там на старом контракте, с учетом того, что там в принципе байеры должны выходить потихонечку, но все равно покупают. И с 5 сессий 4 на покупку. А здесь все 5. В общем, вот такая вот картина. И сейчас за неделю срез посмотрим. Правильно ли мы все отметили. Как в аптеке, смотрите. Поддержка. Потом еще. И вот этот уровень. Но этот я уже не трогал, потому что прям туда-обратно толкает. Вот. Ядро. Ядро по ядро. Ну, здесь два массива. Вот это надо взять и отдельно вот этот. Машина считает чисто технически. Она поставила коридор вот здесь. Ну, я бы взял отдельно два этих массива. 54, вернее, 55 с половиной по 56. И массив 54 с половиной по 55. И они практически оба на поддержке байеров. Так. То, что коррекция намечается, напрашивается, ну, прям даже в виде в WP индикаторах подсказывает. И будь осторожен. Тем более там единственный в среду счет по нефти. И потом идет, ну, такая будет неделя тишь на гладь, как говорится. Так, еврик. Кто торгует евро? Есть вот такая ситуация. Был вот всплеск 288 тонн. Как раз в районе 214-21. Растащили. И вся неделя ушла за 21-ю, 20-70. И были обороты даже более-менее повышенные, но уже на 125 вернулись. То есть, давайте посмотрим по открытому интересу, насколько был радостно принят коридор 1-2-1-2-1. А вот просто без изменений практически. То есть, постепенно сползают, закрывают позиции. Вот все, что произошло за 121 и ниже, воспринималось вот так вот. То есть, фактически, можно сказать, без изменений. Старые шорты подбирали новые селлеры. То есть, продавцы, которые раньше заходили, попросту передали контракт новому держателю контракта на продажу. И, соответственно, они уже как бы жгут все мосты. А немножко молодые трейдеры, скорее всего, удерживают шорты. Поэтому открытый интерес особо не изменился. Ну и явно кто-то может даже присматриваться на покупку. Потому что у нас есть вот такие две плотности. И они отчасти, вот эта плотность сформировалась за счет вот этой сессии, вот этой недели. И ее даже тестировали уже, и уже даже пробили. Поэтому этот диапазон 121 на 207 уже себе и жил. Нужно ориентироваться на вот этот уровень, который сформировали как раз в начале недели. Вот эти две локации. Потом. Четвертое число, да? Да, четвертое число. Хоть ниже 1,2. Понимая, что там делать больше нечего. Возвращается резко обратно. Очень похоже на снятие с топорей у этих байеров. Сейчас посмотрим по дельте. По дельте покупать начали, по сути, вот 27 числа уже. И вот они тут в постоянном покупают. Здесь докупают. Их еще протаскивают. И вот это вот уже, наверное, две сессии. Вот пятница резко возвращается обратно в этот же массив. Поэтому 205 возьмите на заметку. 203 как диапазон. Вполне, если здесь будут уверенно себя удерживать на следующей неделе, закрепят коридор как бы за собой, то могут с этого уровня немножко там на 1,21 может и вернуться. Ну, там все больше статистики подтягивается про то, сколько центробанки вкачивают сейчас напечатанных денег для стабилизации экономики из-за этих пандемий. Я уже сам давно заметил, что много секторов и отраслей, которые должны, в принципе, сейчас просто быть банкротами из-за пандемии. По типу, там, хостелы, турагенты, вот эти туроператоры, которые из-за локдаунов, ну, как бы, бездействуют. Их аккуратненько скупают. Все вот эти вот бизнесы, которые можно сейчас просто за копейки забрать. В общем, правило, покупая акции, когда на рынках льется кровь, работает. Уже вроде все скупили, осталось там, не знаю, что они еще удерживают. Но очень много ликвидности просто выбрасывается в рынок с каждым центробанком. И процентные ставки, поэтому, пока не двигаются. Вот. Двигаемся дальше. Так, ну вот, в общем, 205-202. Все, внимание, сюда. Если закрепятся выше, пробиваем 21-ю. На коррекциях можете заходить, можете на пробитие. Но самое главное, чтобы ликвидность была. По ликвидности здесь удерживается под подкрытым интересом. Тоже без особого стремления. Тут буквально 669 и сейчас 659. То есть сползали. 10 тысяч постепенно нас плавненько сползает. То есть отчасти это может быть и фиксация шортов. Поэтому будьте осторожны. Здесь вот я бы дождался, если бы в понедельник-вторник по открытому интересу начали хорошенько открывать сделки. И вот в понедельник хотя бы. То во вторник уже можно более надежно попробовать зайти. Здесь, видите, покупают вроде 4 дня. Но открытый интерес особо не падает. То есть если бы это было чисто фиксация шортов, открытый интерес бы намного динамичнее бы просел. А так он плавненько, аккуратненько на десятку за 5 дней. То есть больше похоже, что и те, и те есть. Как бы просто нужно четко отфильтровать. Это все-таки фиксация прошла. Или действительно колебания покупок и продаж особо не критичны. Ну, 214-я, 218-я. Так и остается пока ядром контракта и уровнем сопротивления. Тут просто 2 очага, даже 3 шортов. До этого был 23-й. Там 22,5. Сейчас вот эта вот вся площадка у нас. плотность. За счет вот этой активности здесь тоже были ребятки очень так агрессивненько настроены на продажу. Сопротивление. Вот они, 217-215 остались. 3,800, ниже рынка 2,800. То есть на штуку сложных ордеров на север больше. Аж до 207-й. Это на данный момент. Сейчас 9,50. Еще есть время торговаться с сессией. Так, двигаемся дальше с золотом. По золоту. Новый контракт апрельский. Вот такие идут у нас объемы. То есть объемы идут практически по длинеечку. 240, 240, 215. Снова 240. И единственное вот 3-го числа, что-то до 150 упали. И 133 тысячи сегодня. Пока еще не закончится день. Давайте попробуем стыковку двух контрактов. Посмотреть, как там будет по ликвидности. Сильно ли просел или не сильно? Ну, не сильно. То есть в рамках нормы бывало и похуже. Итак, плиту 18,36, 18,56 мы покинули. По сути, в старом контракте. Вот. И пробитие 801-й произошло буквально вчера. И это был такой знаменательный, наверное, момент для тех, кто торгует на золоте. Так, почему-то алерт какой-то сработал. Меня сюда перебросил модуль. Так, давайте посмотрим в срезе sell-by-агрессор. По открытому интересу совсем забыл сказать. Вот такая ситуация. И здесь тоже рынки ждут. Рынки в ожидании. Причем, сколько вот я сейчас тикеров рассматриваю в комбинации объема, открытого интереса, вместе с дельтой. Везде фактически открытый интерес на паузе, по сути. То есть участники рынка ждут какую-то информацию. И на следующей неделе явно они ее не получат. Потому что там, по сути, и нет гипер крупных событий. Банковские отчеты уже прошли. Крупных IT. Нефтяные компании уже читались. То есть в целом, как бы, нужна какая-то катализация. И, видимо, пока на паузе стоят. Так, видите, 405, 405, 406, 403, 406, 405. Это вот золото на начало контракта нового. Есть четырехдневное снижение. Объем вот так вот себя показал. И по дельте у нас идет из пяти сессий одна на продажу. Причем взаимокомпенсирующая. Тут, видимо, пытались покупать. И на следующий день столько же сразу же зашортили. Скорее всего, может, вышли. Но открытый интерес, как бы, не показывает такого фикса. Здесь не было такого. Ну, буквально на 3 тысячи колебаний. А там дельта 2 300. Поэтому. Значит, процентный перевес 1,1%. Это вот по дисбалансу на покупку. Такой, похоже, был хотя бы вот 8 числа. У них коридоры достаточно рядом находятся. И это все протянули как раз в аккурат за 1800. И вот тут начинают, видите, активироваться покупатели. Но, судя по всему, давайте заглянем поближе. Так. Ну, видите, аккуратнее. Каких-то прям безумных обливаний незаметно. Тут десяточка против 900. На штуку перевес. Единственный уровень, который прям вот отличился. Так что по золоту вот эти два уровня. Тут вам плохо видно. Три пятерки. 3 600 против 3 100. 500 перевес. Где-то 200, где-то 300, где-то 100. Но прям такой вот единственный уровень, где хорошенько приложились байеры по самым лоям. Вот. Котировочка потихонечку двигается к потолку пятницы. Но она дрейфует пока внутри четверга. Причем у четверга две массивности. Вот у нас одна и вторая. И вот пятница между этими двумя огнями. Это один огонь. И второй огонь это у нас вот эти ребята. Непосредственно. Даже до десяточки пятницы не дошла. Так. Ну в общем кто выпустит. Вот здесь 1700 уже набрали. Здесь 200. Вот собственно вот эти два барьера. На понедельник будут ключевыми. Можно даже алерты на них поставить. Или на пробитие поработать. Ну за пятницу я имею в виду. Не за 18.02. Если закроется в этом коридоре, то будем смотреть. Здесь активность у покупателя. Нельзя сказать, что прям супер. По дельте слабенькая. Ну и по простоному перевесу тоже очень слабо. Единственное, что больше как бы смещает перевес, вернее чаши весов в сторону барьера, то что здесь незаконченный аукцион. И тут 832 контракта против 522. То есть барьеры есть, судя по всему. Их даже на потолке пятницы можно вот еще обнаружить. В то время как по лаям уже продавцы выдохлись. Поэтому посмотрим как закроется. И уже если закроется выше 18.11 вполне можем попробовать топнуть до 18.40. Здесь вот первая блокада. Можно вот 18.28 по 41. Все это вместе брать под одну гребеночку в качестве сопротивления. Это суммарное значение вот за весь этот период. Но я бы еще точнее выделил конкретно вот эту активность. Как раз 18.25 можно взять по 32. Это вот последняя свежая активность этого уровня сопротивления. Но ближайший уровень это вот те 18.11 которые под 1700 контрактов уже набрали. Общий их 2 против 1400 3 против 2. Ну вот этот уровень сформировался вот таким образом. То есть тут есть селлер причем 2 дня один и тот же уровень удерживают. Это было золото. Биток. Биток. Вот кто торгует биток. Это это алертики. Вот это вот пошли. 12 лошадей на покупочку. так. я вас познакомлю. Это BTC который на CME торгуется. То есть не в криптобирже а именно на CME. Так. По оборотам у нас активность идет из последних это уже около 5-4 тысяч контрактов оборот за день. То есть до этого топали 1800 и так далее. Смотрим также на вот этот пиковый выброс 14 тонн оборот. То есть это в 3 раза больше чем последние там 8 дней которые идут с оборотом 5-4 тысячи контрактов за день. Также обратите внимание как монотонно это все дело расширяют на покупку. То есть идет просто вот действительно как бык рогами пробивая дорогу каждый день по чуть-чуть уже как S&P знаете не так как раньше в волатильную куда-то рванули с гэпами с разрывами с всеми правдами и неправдами идет монотонно продавливая дорожку до 40 тонн. помнится мне на самом хайпе как только появился биткоин именно когда уже даже бабушки узнали об этом до этого я за ним наблюдал то есть не так много было бюджетов и рекламы на продвижение этого инструмента разные такие гики по этому крипторынку выкрикивали с пеной у рта что будет 40 тысяч к концу года но это было еще не про 21 год про 19 вроде про 18 и вот тут я сейчас отмечаю 40 тонн хотя был обзор буквально в 20 году где-то осенью еще было название Wall Street Online 18 плюс про биткоин биткоин 18 плюс тогда за 20 они перешли ну вот 20 они прошли ну в общем даже не запомнил них долго они там по 20 висели видимо дали зеленый свет плюс США печатает раздает кучу денег населению естественно на этой теме быстро делаются приложения которые дают возможность очень легко покупать эту разную крипто паутину и аккуратненько это все дело до 40 тонн зашло вот здесь уже видите немножко уплотнились и давайте посмотрим по открытому интересу позиции открывают причем почти без остановки останавливаются на дозаправку судя по всему небольшую без изменений там немножко просели я бы даже не учитывал это как особо какая-то и вот у нас идут такие ребята по дельте и на этой неделе наверное все сессии были на покупку вот в четверг только 4 контракта смог оставить клиент за байерами ну вот отличилось второе число я бы взял его качество уровня поддержки обязательно тут прям такие плотненькие байеры а в среду уже немножко тут фактически три лагеря по диапазонам четверг чуть-чуть бы и сдал позицию но последние четыре контракта вот эти вот видимо сохранили баланс и удержали покупки так давайте мы закастомайзим сейчас по неделе прозрачность сделаем немножко проще итак эта неделя у нас получается диапазон 3.4 по 33.600 это одно объемное ядро и плотность вот эту я бы взял 37.900 по 37.00 это ядро вот этих трех дней 2 2 массивные 2 ядра в неделе то есть вот это активность и вот это потом по срезу дельты распределение было вот таким значит смотрите тут по 35.00 и до 35.700 тут в принципе заслуженно уровень поддержки я так и думал как раз его в таком диапазоне забрать немножко плотнее можно сделать по вот этому немножко уже так рассредоточенное в ядре первом тут 33.850 по 34.250 потом локально 36.300 по 36.800 это за счет вот этих здесь сейчас посмотрим 60.000 40.000 30.000 вот здесь хотя бы по 100 по 90 вот видите немножко плотнее 35.150 35.700 поэтому я тут уровень темнее отметил а вот здесь из 90 хотя бы одна отметочка ну вот видите здесь байеры уже лагерь байеров не такой плотный 37.500 37.700 сужается коридор вот и пока пятница не пробила как раз его дальше еще 80.10 тут ну там уже плотненько видите на макушке то есть это вот эти ребята и цене как раз у них там сейчас и болтается в целом есть шансы вытолкнуть дальше поэтому три дня они там спокойно покупали поэтому могут легко сейчас без выгрузения совести отсюда дальше покупать и так 16 против одного на последней цене 38 750 ну практически по каждой цене смотрю на контрактов 20 10 минимум есть перевес тут поровну тут потеряли тут на два контракта ну итого набрали 88 контрактов дельта растет процентный перевес 3,6 процента потом в течение недели вот наверное пиковый было здесь 9 процентов вот это стартовая была процессия оно отличилось второе число не могут 3 дня продавить 39 вполне может быть какая-то коррекционная активность будем смотреть 35 удержит если нету вот здесь будет возможность попробовать запрыгнуть после коррекции может под среду даже то есть подняли вторник там будут дрифовать не знаю я пока поведение крипто трейдеров именно как общей синергии так и не изучил когда они на что реагируют то есть это немножко неохота конечно говорить о том что это другой рынок я как-то смотрел фильм трейдеры ну которые в ямах работали как они жаловали что электронные торги перешли все на торги на ПК и они как бы с компьютерами на вы и соответственно у некоторых карьера прямо ушла просто в никуда и попросту нужно было изучить компьютер и всю эту активность ну там то же самое на крипте даже отчасти проще нам есть фактор спроса и с и под конец итак что-то я затянул мы просто стоим у потолка 39 отметка неплохая была неделя вот у нас идет раз два три четыре пять шесть дней с дельты на бай и смотрим по открытому интересу потихонечку потихонечку боятся те кто даже под приказы федрезерва покупает это одно дело но вот люди боятся пока покупать какой-то сигнал ждут не знаю вот здесь площадка уже они ее преодолели но опять же это все преодоление идет через силу и пока без особого желание по открытому интересу не видно по объему тоже не видно там больших желающих интересов просто падает ликвидность каждым днем они растут смотрим дельту какой-то супер аномальные дельты тоже не видно восемь с половиной и восемь это четверг и вторник ну среда естественно пофиксили после понедельника вторника четверг толкает еще на восемь тонн и пятница просто вот висит как луна возле земли там чуть-чуть сбоку и четыре тонны то есть половину видимо зафиксировали уже восьмерочки но тут просели немножко и все там они особо так и не дернутся я думаю такие мы уже вещи наблюдали неоднократно когда пятница неуверенно себя чувствует на самом потолке сейчас попробую в спешке найти быстро ну что-то в этом духе вот тоже пятница висит неуверенно на самом пике недели и потом это все дело прошло корректироваться здесь получается так нам надо чтобы постоянно шел рост или снижение ну вот то же самое идет снижение постоянно целую неделю пятница неуверенно себя чувствует на расширение и на следующей неделе вообще развернулось в общем такие неуверенные пятницы могут очень легко дать разворот и судя по тому как падает объем и не особо приток открытого интереса есть вполне может быть но фундаментальные отчеты компаний квартальные говорят совсем о другом надо покупать у них все хорошо они зарабатывают все больше и больше у них там все прекрасно и надо покупать фондовой рынок тем более на это выделяют деньги федрезерв печатает всем раздает в Америке вот в общем интересная сейчас эпоха я в разное застал с 2008 года и разные политические передряги разные вулканы цунами сейчас вот такая глобализация вообще и вот эта пандемия глобальная и геополитика контроль планеты все четче четче просматривается вот этот контроль и вот такой S&P в общем ну покупать явно там сейчас будет очень опасно нужно дождаться каких-то притоков объемов каких-то ну по сути потому что каждый день падает ликвидность судя по всему топливо заканчивается они там пятницу просто на последнем издохе висят могут сорваться на следующей неделе вот именно прицелиться на ну на шортик тем более WP вы видите идет там в районе 35 вернее 36 два нуля будем там ловить там 36 с половиной вот могут протестить вот этот минимум локальный они уже его так видите у них традиция такая предыдущий минимум там два раза тестят и на третий прокалывают то есть могут проколоть и потопать наверх традиции у них не только в этом контракте частенько они так любят они раскачивают то есть вот такой вот процессе им все равно можно волатильность увидеть какую угодно что на S&P что на других индексах ну в любом случае мы видим что топлива нет на покупку поэтому нужно пока на паузе если у вас открыта покупка просто без убыток поставьте что-то там закройте частично и обезопасьте сделку можно даже закоджировать на обраточку взять с вами был Миша Лемок всего хорошего 8 февраля курс footprint 2.0 всех приглашаю еще есть два места встречаемся в понедельник 19.30 кто хочет хорошо изучить микроструктуру рынка как взаимодействуют беданские агрессоры ордера какие типы ордеров есть кстати хороший ролик про айсберг ордера интересные полезные там 3 минуты всего посмотрите на ютуб канале до свидания пока до следующего Wall Street Online